Итак, друзья, здравствуйте всем. Приехал в город Оренбург, в Волгоградскую улицу 5. LADA сервис. Наконец-то, здравствуйте. Очень рады. Пришел? Ваш автомобиль приехал. Приехал у нас LADA Granta. В кузове лифтбэк. Автоматические трансмиссии в максимальной комплектации, как мы с вами и заказывали. Цвет у нас очень красивый, сочно-золотистый цвет, называется кориандр. Стоимость автомобиля на данный момент сейчас у нас 10-й, 07-й, 2020-го года. Составляет 691,800. Это цена без скидок. Плюс мы обговорили с вами, что сейчас можно получить выгодное предложение по кредитованию. Есть поддержка программы Первый автомобиль, семейный автомобиль. Дотация в размере 10%. Тем самым можно выгодно приобрести. Потом с вами посмотрим автомобиль. Сейчас он у нас находится на мойке. Мы его помоем, выйдем с вами, осмотрим. Ну и наши зрители, дорогие друзья, тоже с нами его посмотрят. Друзья, пока машина моется, давайте с вами подойдем, узнаем о дополнительном оборудовании. Хочу здесь установить сигнализацию, антикор сделался. Посмотрите, мне нужно установить сигнализацию с автозапуском. Во что имеется? Из оптимальных станций будет от 39-го, 4-го поколения. Два канли НЭКа. То бишь, она обойдет имбелайзер, сама уже сигнализация. Не надо там врезать, как раньше, в модуль Аксода убирать ключик запасной или чип из него. Заводит по температуре, по таймеру и транзитинскому руку. Это на 9-3 варианта. 300, да? 9-300. С установкой получается 12,5. Это примерно как 93-я, да, считается? Примерно так. Это аналог 93-й, просто поставляется аббревиатур, такая с завода А39-й, различие. Ясно. Ладно. А парктроники? Потому что в моем автомобиле максимальная комплектация уже парктроники не идут. Парктроники Ави Лайн. Это где, как вы можете показаться? Такой вот вариант парктроники будет. Ави Лайн фирма тоже, это завод поставляет. Эта фирма работает только с заводом. То бишь, она с автосалонами работает. Шесть это вариант там, ну, как бы самый дорогой, встраиваемый парктроники. Который накладывается, с грибочками они уже идут. Там уже подешевле, там в пределах трех с половиной тысячи они будут. Ну и плюс установка, само собой монтаж. Четыре датчика. Дисплей отображает приближение, сантиметры, метры. Потом звуковое сопровождение идет. Чем ближе к препятствию, тем длиннее сигнал становится. И красная, желтая, зеленая зона. Все это дисплей будет отображаться. Четыре датчика. Еще раз скажу, работа только с автосалонами. За 13 лет по браку ни одного датчика, ни одного блоку не поменяли. А вилайн. Так, еще у меня вопрос. Антикор сделать полностью максимальный антикор. Антикоррозийная обработка нища с арками. То бишь, в арках все, под крюки разбирается. Проливаются двери, подкапотное пространство, багажник, все петли, все вот это до. Порог проливается, все вот это до будет 11 тысяч. С материалами, все вот это до. 11 тысяч. Так, а у вас еще можно сделать тонировку автомобиля? Да, можно затонировать, как ГАИ разрешает. Задняя полусфера будет 2600 рублей стоить. Хорошей пленкой, без двух передних, без козырька. Друзья, автомобиль наконец-то пришел. Сижу, ожидаю. Автомобиль подняли на подъемник. Осматривают. Я уж не стал там, как говорится, находиться. Посмотрел, вроде все нормально. Краска, все на месте. Все крутится, все работает. Поэтому планирую сделать антикорр. Здесь же установить сигнализацию. Сигнализация здесь называется почему-то немножко по-другому. Но вроде как официальный дилер. У сервиса есть лицензии на установку. Всего дополнительного оборудования. Теперь люкс в полной комплектации. Ждал автомобиль почти месяц. Из-за того, что АвтоВАЗ не работал полтора месяца, машины в норме, в комфорте. Они есть на механике. На автомате автомобилей, в принципе, вообще нет. Я заказал и ждал почти месяц, ребята. Автомобиль заказали именно под меня. И вот он наконец-то пришел. Когда заказали, был единственный цвет. И именно лифтбэк. Все автомобили мы обычно берем универсалы. Но на данный момент получилось так, что у нас теперь будет лифтбэк. Разные варианты развития такого автомобиля. Автомобилей ни в Тольятти, ни в Самаре. Нигде нету. А именно на автомате. Почему? Потому что я уже, как и выше, сказал, то, что автомобиль, то есть АвтоВАЗ у нас не работал. Автомобилей ни в Тольятти, ни в Самаре. Автомобилей ни в Тольятти, ни в Самаре. Автомобилей ни в Самаре. вентилятор так, что мы с вами видим бензина как обычно нету бортовой компьютер колодца оранжевая ну очень смотрится классно конечно оранжевая колодца хочу посмотреть как автомат задняя нейтраль драйв вторая первая парковка вроде все как бы работает потом доп. оборудование поставим ну и сделаем полный обзорчик данного автомобиля автомобиль взяли для жены я думаю что будет очень удобно смотрите я метр восемьдесят два вот сижу как мне удобно расстояние между головой очень и очень прилично ребят смотрите сюда можно заказать с алиэкспресс или где-то купить двухдиновую да правильно двухдиновую панель управления то есть и телевизор будет и управляться можно будет и кондиционерами да отсюда или нет таком будет то есть но все это можно установить конца на подходит 22 где новый а здесь ничего уже не поменяешь да или можно здесь чтобы нет нет то есть только вот сюда вот это приблуда убирается управление вот это приблуда убираем вот это такая вот она вот это ряд давайте у сергея уточним что мы клеим пленку потому что клею пятерку какого качества и чья пленка я не знаю сергей расскажи пожалуйста что за пленку мы клеим на день добрый клеем и пленочку 5 процентную металлизирована фирма sun control адрес но это считается как бы качественная пленка считается среднего до сегмента пленочка есть и лучше пленочки это как цена-качество я говорю я с ней работаю уже больше десяти лет жалко у нее практически никаких нет на выгораемость на света то есть на видимость изнутри так что ее и сам себе клею другим советую смотрите заднее стекло пленочку наклеили все сейчас протерли как бы прослед просвета нигде не видно все наклеено ребята хорошо и качественно ну что будем надеяться выбор мой правильный клеим качественную пленку но не настолько качественно конечно есть и более качественные пленки по деньгам все делаем по деньгам потом в конце посчитаем сколько денег на что мы потратили и общую стоимость автомобиля все это будет в конце смотрите дальше заехал на антикорп загоним с альбертом пообщаемся он нам расскажет чем как и почему все это делается так ребята смотрите вот альберт который занимается плода сервизе на город оренбург-балератский 5 занимается антикором альберт расскажи как вообще делается каким составом обрабатывается автомобиль и скрытые полости обрабатываются в мавилем скрытые ты имеешь ввиду там зала вовнутрь да все вовнутрь которые это нет и набрать и на основе чтобы отталкивала воду потому что здесь такого песка струне какого нет но вот обычно я знаю вот на той машине мне у 10 ровчина немножко есть это вот поэтому там не обработана она обрабатывается там чтобы это влага который там находится на штаба на я давала да но сейчас на современных машинах хорошо сделано тут уже сделано это видите уже нет как такого точечных сварок просто уже за этим сделано типа этим это же на уровне ржавеет я все равно обрабатывать вовнутрь в карелинца в оборудовании обрабатывается в двери обрабатывается как вот все это сделали длина как а вот здесь тоже тут эти вот эти вот петельки вот эти вот все потому что тут она на сварки и тут ни такого нету немози этого силиконовый вот это уже мне будут вот эти вот петли все вот эти вот вот это вот обрабатываться вот это обрабатываться и потом заливается вовнутрь здесь такие специальные длинные отверстия по всей двери тут несколько штук и вот 9 атмосфер она дует так что вылетает сразу в пороге да мы как-то там вовнутрь заливаем когда машину поднимаем вот здесь есть пробочка вот видите вот она пробочка и там еще есть отверстие сюда вставляется длинный щуп и обрабатывается весь порог потом двери мы сделали сзади тоже также обрабатывается все эти петли но это понятно ладно давайте дальше но здесь мы я понял тоже самое все во все щели все все заливается здесь во внутрь все заливается эти петли потому что видите поставили покрасили все здесь обязательно здесь обязательно свернуть эти места нет здесь уже все хорошо сделано раньше они просто идти были а тут уже вот как и называют шов уже другой дошел другой вот единство путь здесь он видите его нету здесь обрабатываем и вот здесь как бы нагладки вот здесь обрабатывать это место чтобы она тут не заходила под потом чем мы поднимаем да потом поднимаем здесь есть тоже вот мне это здесь пробки такие заливается татарка да ну да 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 чтобы он тут двойной металл его надо обязательно потому что он процесс на побывает и влага там ясно все это обрабатывается но я потом подняли и дни чего подняли до обрабатываем полости там вообще дренажные эти мыслители вот эти обрабатываются все просто опять на место ставится и потом уже обезжирю и начинаю обрабатывать уже на битву на основе нет то есть вот а вот это что когда мы делаем чем чем будем заливать это вот плата нам пришла на этой вот эта штука будем да это мой морильда будем скрытый а это скрытый да это очень точно такой чтобы он будет там это уже набит у нас и поэтому бочки разные там серые понятно а потом когда все это сделаем снимаем патрульки там обрабатываем также ставим на место ну и дополнительно я ставлю против противошобные подкрылки дополнительно поставим поэкспериментируем посмотрим ладно спасибо вам как говорится удачной работы ребята это называется заводская шумоизоляция плюс плюс ставится вот такие подкрылочки штатные завода они мягкие не пани пластиковые войлочные какие-то так что знаете вот так потом обработаем и здесь у нас появится слоя антикура я наконец-то мы забираем автомобиль сейчас вручение ключей вот артем передаст ключи моей супруге и мы наконец-то поедем кататься на нашем новом автомобиле здравствуйте дорогие друзья наконец-то передаем напоминаю что у вас два ключика один красивый выкидной хромированный этому возим с собой один простой красный это запасной мы держим его дома в случае с него можно сделать таки поздравляю вас покупкой спасибо вот и от сигнализации ключик он один эко ключик его водить тоже с собой вот всегда можно заменить на любой вот сейчас вам необходимо будет заехать заправиться потому что за воду где-то литр полтора льется бензина проедете 300 400 километров обязательно протяните все болты на колесах потому что автомобиль новый но имеет свойство возможно где-то резьба подрастягиваться не критично но на всякий случай лучше проверить поздравляю вас покупкой поздравляю вас покупкой приезжайте все ребята всем спасибо за просмотр что были с нами если понравилось обязательно поставьте лайк пишите комментарии да и и и и и и подводим итоги по ценам автомобиль 691 800 плюс мы взяли немножко кредит это минус 10 процентов от автомобиля минус 69000 итого 622 800 считаем сюда доп услуги которые я установил это 37000 рублей это мне скидку сделали 5000 коврики подарили ну и там короче минус 5000 еще так и того 659 800 суда считаю каско 20 тысяч 679 800 плюс считаю осаго семь с половиной тысяч 687 тысяч так и плюс считаю 1700 это за газ номера в гаи через госуслуги оплатил и того автомобиль нам обошелся 689 тысяч рублей в принципе очень удобно то что 10 процентов государство оплатила вот на эти 10 процентов то есть на 69 тысяч в принципе и каско и осаго и доп услуги все туда и цена у нас вышла 689 тысяч все ребята на этом заканчиваем обязательно пишите комментарии жду ваши комментарии все ребята пока субтитры сделал DimaTorzok димаTorzok субтитры сделал DimaTorzok